И снова здравствуйте! Здравствуйте, мои удивительные, невероятные, светлые души! Я рада приветствовать каждого, кто зашёл на мой канал, кто смотрит данный эфир. А с вами снова я, мистик, философ, поэт Татьяна Синдеева-Гурова. Здравствуйте, мои удивительные, здравствуйте, невероятные, здравствуйте, самые замечательные, самые необыкновенные души на этой планете Земля. И я не устану вам об этом говорить, потому что всё это именно так и есть. Вы зашли на мой канал, вы желаете быть душою к Отцу Небесному, с ангелами-хранителями, быть в позитивном, приятном, гармоничном настроении. Поэтому вы здесь, сами ангелы-хранители, вас ко мне и отправили. Ну а раз вы здесь, и раз вы с ангелы-хранителей ко мне отправили, значит, вы самые светлые, самые замечательные, самые необыкновенные души. Милые мои, хорошие, это действительно всё так. Всё так и работает. Мы в свою жизнь притягиваем всё то, что дарим, что сеем, то нам и приходит. Поэтому я, как сею, говорю хорошие, добрые слова, и мне Вселенная отвечает взаимностью. Как говорится, подари всё самое лучшее миру, и мир подарит тебе в ответ всё самое лучшее, что есть у него. И что такое я, маленькая-маленькая частичка этого мира, маленькая-маленькая, крохотная, что я могу подарить? Ну вот улыбку, свет, тепло, любовь, добрые слова, да, и мне приходит из многих мест от людей слова, пожелания добрые, хорошие, приятные. И я это всё вижу, я это всё чувствую, и мне радостно и благостно быть на этой земле вместе с вами. Милые мои, хорошие, удивительные, замечательные. Сегодняшний эфир я желаю записать вот на какую тему. Я думаю, что она актуальна, как и предыдущая моя тема, тем более сейчас в наше такое неспокойное время. Так вот, куда же уходит наша энергия? Многие люди даже не понимают, что своим, как это правильно сформулировать, своим интересом, своим видением, своим взаимодействием, как он легко растрачивает всю энергию, которой и так у него жизни не так уж и много. На самом деле есть два вида энергии, откуда берёт человек. Я уже об этом как-то записывала в видеоэфир. Люди, которые молятся, которые верят в Отца Небесного, высшие светлые силы, они энергию получают вертикально, да, она так вот к нам всегда идёт, идёт, идёт. И поток Отца Небесного, его света, его тепла, его любви, его заботы, его, ну, как хотите так и называйте, энергия, его бесконечно идёт. Всё зависит от того, что человек открыт к этому или не открыт. Желает он взаимодействовать, либо не желает. Но поток этот всегда идёт. У нас единственное, что у многих закрыто вот это вот место, темечка, через которое проникает всё это, вся энергия, вся благодать. Закрыта она, потому что мы своим неверием, своим ханжеством, своим вот этим грубостью, злостью, агрессией, словами ругательными, когда мы молимся другим силам, мы взаимодействуем, к сожалению, по-другому. Так вот, люди, которые молятся, которые используют чистую, приятную, правильную речь, которые, ну, выполняют добрые, хорошие дела, делают, то они энергию получают сверху, понимаете, от Отца Небесного, от высших сил. Люди, которые делают всё противоположное, они получают энергию по горизонтали. Вот, потому что вы должны знать, что тёмные силы, сущности, всякие голодные духи, они обитают здесь внизу, на самых низших слоях. Так вот, они здесь рядом с нами. Так вот, люди, которые ведут противоположный образ жизни, то они энергию берут от тёмных сил. Но как они берут от тёмных сил, так же они её и отдают. Потому что, например, Отцу Небесному, если вы молитесь, вы свою энергию... Вас не идёт, вы не отдаёте энергию, вы взаимодействуете. Вот в этом вся и разница. Вы взаимодействуете, и у вас, когда вы наполняетесь энергией Отца Небесного, высшими силами, у вас всё время, у вас всегда есть вдохновение, у вас есть муза. Вы всегда, вам хочется творить, созидать, создавать, понимаете, быть миротворцем, быть вот таким таким... Такая необъятная любовь у вас, вы наполняетесь этим всем светом, и вас вот просто вот, ну, вам хочется всё любить, и вам приятно всё. Даже если что-то рядом такое не очень благоприятное и хорошее, но вы на это смотрите иначе, и у вас просто внутри, вы другой совсем человек, и поэтому у вас какие-то другие ситуации совершенно как-то вас даже не трогают. Вы должны запомнить одну вещь. На что у вас устремлён ваш взгляд, запомните это раз и навсегда, и себе вот так вот прям картинку нарисуйте. На что устремлён ваш взгляд, туда и уходит ваша вся жизненная энергия. Устремлён взгляд на войну, на военные какие-то действия, на склоки, на ругань, на битьё кого-то друг друга, люди когда бьют. Если вас тянет вот эти страшные страшилки смотреть, если вас тянет на какие-то, ну, на криминал, да, то вы должны знать, что это ваша энергия. Вот на что вы устремлены, на то ваша энергия уходит. Понимаете, вы, самое главное, что вы взаимодействуете с этими энергиями. Ваша жизненная энергия, она заканчивается, она всегда заканчивается, и её, ну, с возрастом всё становится как бы меньше, меньше, меньше. Вот, поэтому человек, который молится, и который верит в высшие силы, который делает какие-то правильные обряды, смотрит за собой, за своими близкими, за питанием, за разговорной речью, ну, за всем, да, это всё это, то, что вас одухотворяет, очищает, светлым делает, вы, как бы, наполняетесь этой энергией, и вы открыты ещё также к Отцу Небесному, и эта энергия вам ещё даётся, и у вас появляются и силы, и здоровье улучшается, и как-то вам больше хочется что-то делать, даже если есть люди, которые, вот, ну, им дано по карме отработать, да, ну, проблему со здоровьем, да, как у меня была, большая проблема была со здоровьем, это вот мои кармические какие-то задачи я проходила, и слава Богу, я через молитву нашла вот этот вот момент, где я могу, вот, ну, где я стала понимать, как я наполняюсь энергией, какая жизненная энергия мне даётся, за что даётся, и как даётся, и как это работает, как это взаимодействует. Поэтому вы, когда взаимодействуете с Высшими силами, со Светлыми, когда вы наполняетесь энергией Отца Небесного, то вы, ваша энергия, вы просто наполняетесь и отдаёте Отцу Небесному через созерцание, понимаете, через любовь, через воспевание его, через создание чего-то прекрасного, через хорошее творчество, через позитивное, да, вы наполняетесь, и вот вы миру отдаёте вот свой свет, свою любовь, своё тепло, вам хочется человека обнять, вам хочется человека сделать что-то приятное, хорошее, доброе, вот такое всё, понимаете. А когда человек... И вот у таких людей, у них как-то не устремляется... Вот вы понимаете, когда человек всегда всё это делает, он до такой степени доходит в его жизнь, что у него вот, ну, он не может другого видеть, он вот просто и другое рядом с ним не бывает. Понятное дело, что бывает что-то такое непредвиденное и как-то должно быть. Но у вас отношение, реакция совершенно другая. Вы понимаете, что в эти моменты вы должны не просто кричать и ругаться, а вы должны переходить на молитву, да, и когда вы молитесь, тогда вот становится всё лучше и лучше, и рядом с окружением лучше, и вообще обстановка становится лучше. Вот вы как-то по-другому совершенно живёте. Вы всегда сразу обрещаетесь к Отцу Небесному. У вас нет вот этого раздражения, у вас нету злости, у вас нету... Вам не хочется кого-то оскорбить. У вас, вы наоборот, молитесь, и хочется, наоборот, есть такое желание как-то, чтобы этот негатив закончился, да, и чтобы всё... Благость пришла, чтобы благость пришла, чтобы приятно всё было. Понимаете, вот так. А если вы устремляете свой взгляд на всё время, ну, на неприятные моменты, когда вы читаете эти негативные новости, когда вы следите за ними. Понятное дело, я тоже читаю иногда для того, чтобы у меня какая-то картинка жизни в голове мира была сформирована, потому что я же не в лесу живу в диком, где вообще нет людей. Я понимаю, что есть мир, и есть в мире страны, и есть в странах, где-то что-то происходит. Я должна за этим следить, потому что у меня есть друзья, у меня есть родственники, которые живут там-то, 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 и я должна хоть какая-то, какое-то у меня видение должно быть. Но у меня нету такого, что я это всё впитываю, потому что я уже научилась давно не реагировать на это, не вовлекаться, не отождествлять себя, как я вам раньше говорила, и жить совершенно по-другому. И поэтому я просто как бы формируется, у меня картинка мира, и всё, и на этом всё заканчивается. А есть люди, которые вяжутся вот в это всё, и они там сидят, 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 говорят, 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 все время обсуждают, обсуждают, ноют, моют кости, ругаются с кем-то, скандалят, говорят, ты не прав, ты прав, ты не прав, ты не прав. И потом они таким образом, во-первых, усугубляют свою карму, они никак не могут выйти из этого состояния, с ним всегда приходят проблемы, беды, несчастья, болезни и прочее, 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 то, что они создают себе сами. Мало того, что с прошлой жизни кармических проблем, родовых проблем, много кармических, так ещё и сам себе здесь же её вот в этом месте, в данный момент усугубляет. Поэтому люди, которые вовлекаются и направляют свой взгляд в что-то негативное, вы должны знать, что таким образом вы отдаёте энергию, вы своё отдаёте энергию, у вас выходит очень много энергии, мало того, что отдаёте, так к вам ещё приходит энергия, потому что вы же должны как-то жить. Сущности, вы знаете, голодные духи, они не сделают так, чтобы вы отдали энергию и погибли, да, и вас не стало. А как же, на ком же они будут ездить? И через вас же, они же через вас живут, этой энергией, они же тоже берут энергию, она им нужна, и они вам дают, но они дают такую её, знаете, тёмную энергию, из-за которой, благодаря которой вам хочется и ругаться, и драться, и говорить плохие слова, и даже на войну вас отправляют, и ещё и на убийстве, и на прочее-прочее, где война, там и убийство. Поэтому люди, которые, вы должны знать, люди, которые молятся, они наполняются энергией светлых сил Отца Небесного, кто верит, кто следит за собой, кто старается нести мир. Если, к примеру, я ничего не комментирую, никакие ситуации, которые происходят в мире, то это не значит, что я такой чёрствый человек, и не... ну, как бы, у меня нету ничего такого. У меня всё есть, я всё вижу, я всё замечаю, я всё знаю, я... если мне нужно будет, я помолюсь, и я знаю, что я молитвой больше сделаю добра, чем если я буду обязываться в какие-то... в какую-то демагогию и разжигать, и участвовать в разжигании ещё каких-то других неприятных моментов. Поэтому вот вы меня спрашиваете, куда уходит энергия, как жить, что происходит вообще, жизнь непонятная, многие говорят, жизнь непонятная, как это всё будет, а чем это закончится. Вообще в мире такой хаос, беспорядок. В мире всегда был хаос, всегда был беспорядок, всегда есть силы тёмные, всегда есть силы светлые. Кого будете кормить, тем будете и наполняться. Чем будете наполняться, то и будете нести в этот мир такой и след и будете оставлять. И такую себе и будете зарабатывать карму на остаток этой жизни и ещё на прошлое. Мы зарабатываем, мы всё время, и вы должны запомнить, что это высшая школа жизни, и это место, где душа проходит вот эти вот уроки. и как вы поможете, чем вы личность наполните вот этот свой сосуд, своё тело, что ваше тело будет делать здесь на земле, чем она наполнит душу, какой она поможет ей собрать опыт, так всё и будет. И в следующей жизни всё так и будет, а может быть даже и хуже. Поэтому смотрите, милые мои, всё в ваших руках, всё в ваших головах, всё в ваших... Вы можете, вы можете участвовать как в нехороших событиях, так и хороших. Какую сторону вы выбираете. Когда вы говорите, я против чего-то, вы должны знать, что вы уже отрицание делаете и тоже уже противитесь. Всегда, если вы вместо того, чтобы говорить, я против там насилия и убийства, вы должны говорить, я не против засилия и убийства, я за мир, я за любовь, я за гармонию, я за светлые силы. И когда вы такие слова произносите, то вы начинаете взаимодействовать с высшими силами и получать энергию по вертикали. Вы открываетесь высшим силам и наполняетесь этим светом, и идёте, несёте вот этот вот посыл ваш за, вот это вот за мир, за добро, и несёте добро. Когда вы кричите, я против насилия, я против убийства, я против войны, вы тем самым уже подключаетесь к тем же тёмным силам, которые разжигают войну, насилие и убийство. Вы должны это хорошо запомнить. Ваша энергия начинает уходить туда, в эти же конфликты, и вы начинаете быть этим же тоже, у вас цепная реакция, получается, ваша энергия туда уходит, и вы подключаетесь к тёмным силам и начинаете как бы усиливать эти точки, которые негативные, нехорошие. Поэтому всегда тоже следите за речью, за мыслями, и старайтесь, чтобы ваша энергия, чтобы вы энергию получали от Отца Небесного, а не от тёмных сил. Вот, куда ваш взгляд направлен, то оттуда вы получаете поддержку, а оттуда, туда же и уходит ваша жизненная энергия. Мы все взаимодействуем, у нас не бывает так, что мы отдали и ничего не получили. Вот ты, допустим, там ввязался в разговор негативный, и вы отдали энергию. Да, вы отдали, но к вам придёт энергия с другой стороны и тоже с негативной. Поэтому мы все вот так вот циркулируем, мы энергией, мы за счёт нашей энергии и существует Вселенная, и расширяется, развивается, растёт. Мы есть энергетические сгустки, мы постоянно взаимодействуем друг с другом. И вот к кому вы будете обращаться, оттуда вы и будете получать силы, поддержку и прочее, и прочее, прочее, прочее. Тем вы и будете наполняться. Вот. Поэтому поработайте над собой, поработайте над своими мыслями, поработайте над тем, что где вы, с кем вы, и что вы хотите в этой жизни. Хотите созидать, либо хотите вы разрушать. Вот. Это всё в ваших руках. Отец Небесный нас создал такими уникальными. У животных нет такой способности. Есть такая способность у человека. Воспользуйтесь этой способностью грамотно и правильно. А с вами была я, мистик-философ, поэт Татьяна Синдзима-Бурова. Я желаю вам всяческих благ, счастья, здоровья и долгих-долгих лет жизни. Пусть Отец Небесный вас оберегает, помогает, и пусть Ангелы-Хранители вам подсказывают самые лучшие, самые хорошие пути, дороги в этой жизни. Пока-пока. Люблю вас. До новых встреч.